Чтобы достроить эту школу, в 8-м ЮЗЕ придется приложить немало усилий, говорят в Белом доме. Всему виной сложный механизм перечисления федеральных денег и безответственность застройщиков. У подрядчиков уже несколько предписаний от Госстройнадзора. Последний раз их и вовсе оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение технического регламента. А они все равно продолжают тормозить стройку. Например, заказывают строительные материалы со скидками у поставщиков из других регионов, а те доставляют плиты неделями. В профильном департаменте дали понять, финансовая надежность застройщика московской компании ООО «Главпромстрой» вызывает вопросы. А строители лукавят, что у них есть свободные денежные средства, и они готовы вложить деньги, пока мы с ними рассчитываемся. И вот это все-все-все-все наложилось на то, что они начали тормозить, начали не выполнять задания. Значит, я им корректировал график три раза, и ни один из них не выполнен до конца. Ну, они не вошли в этот график. Сейчас два из четырех корпусов будущей школы уже под крышей. Там идет монтаж инженерных сетей, утепление фасадов и установка окон. Областные власти не теряют надежды, что школу все же сдадут вовремя в декабре этого года. Ведь открытие нового образовательного учреждения уже давно ждет весь юго-западный район. Ближайшие 37-я и 39-я школы переполнены. Мы надеемся, что эту школу в этом году мы достроим с помощью федеральных денег. Областные у нас есть, местные запланированы деньги. Нам нужно получить 347 миллионов рублей из федерального бюджета. И тогда, простите, школа у нас будет. Объект, конечно, знаковый. И мы прилагаем все усилия, чтобы его сделать. В целом, по словам Сергея Коробкина, строительная отрасль региона активно развивается. В этом году в области планируют сдать почти 700 тысяч квадратных метров жилья, увеличить объемы закупки социальных квартир и субсидирование покупки жилья для льготников. В 2017-м власти намерены полностью решить проблему обманутых дольщиков. Сейчас в региональном списке больше 120 человек. Планируется, что им предоставят квартиры застройщики, которые на таких условиях получили участки для возведения многоэтажек без торгов. Кстати, качество жилья Гостроинадзор обещает жестко контролировать. В прошлом году это ведомство выявило на стройплощадках больше семи сотен нарушений. Приходит извещение об окончании строительства. Мы выходим на итоговую проверку и видим, что объект еще не готов. В декабре прошлого года пытались сдать жилые дома. По итогам проверки было выдано 33 замечания, которые устраняют до настоящего времени. Под особый контроль надзорные органы планируют взять установку замков безопасности на пластиковые окна. По новому ГОСТу они обязательно должны быть в жилых домах и объектах социального назначения, школах, детских садах и больницах. Оксана Любимова, Евгений Токарев, 6 канал. Субтитры сделал DimaTorzok